ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Усилить контроль аварийности на дорогах потребовал Василий Голубев от глав городов и районов. Показатели смертности в ДТП в этом году снизились на четверть, и динамику необходимо сохранить. Заседание комиссии по безопасности дорожного движения губернатор провел в Новочеркасске и посмотрел, как учат ПДД в детском саду. Можно ехать, знаете, дети только на велосипеде. Что это за знак такой? Это знак разрешающий. Он разрешает о том, что тут можно кататься на велосипеде. Самые важные и простые правила дорожного движения эти детсадовцы уже выучили. Я знаю знак «велосипедная дорожка», знак «предупреждающий», что рядом дети, знак «стоп». Значит, дальше дороги нет, уточняет Анечка. И правила перехода дороги она тоже знает на отлично. С самого раннего дошкольного детства мы приучаем детей соблюдать правила дорожного движения. И очень хорошо, что сейчас очень много интерактивных игр, которые помогают детям соблюдать правила, изучать эти правила и применять потом в жизни. Классы по безопасности дорожного движения есть во всех детских садах региона. Но одних знаний бывает мало. Родители могут обезопасить детей в темноте с помощью светящихся наклеек. Такую необычную майку вручили губернатору на выставке продукции для безопасного движения. Мы предлагаем отражатели, изготовленные по уникальной технологии. Мы их запатентовали. И будем рады тому, что если с нами захотят сотрудничать через министерство, хотя бы образование как-то выводить до детишек, доносить это все. Уже на совещании Василий Голубев поручил главе Минобра изучить предложение бизнеса и промониторить ситуацию с дополнительными профилактическими мерами. Речь шла и об установке современных светофоров на перекрестках, разделительных отбойников между встречными полосами. В этом году на дорогах области погибло 167 человек. Что самое неприятное, это люди работоспособные. Это люди в активной фазе жизненной, когда у них есть возможность работать в экономике, в социальной сфере и так далее. Так вот, уважаемые главы, это тоже критерия вашей личной оценки. Смертность на дорогах в уверенной вам территории. Василий Голубев оценил работу системы «Безопасный город». В Новочеркасске она лучшая в регионе, а потому губернатор поручил организовать здесь поучительный семинар для глав всех муниципалитетов. После совещания по безопасности губернатор провел встречу с депутатами, обсуждали нацпроект «Городская комфортная среда». По нему самые активные жители получат деньги на благоустройство дворов. Кто лучше предлагает идею, кто готов ее лучше реализовывать, тот и получает право финансироваться из различных источников областного, федерального и других бюджетов. В этом году на благоустройство региона потратят миллиард рублей. Анна Туполева, Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Новочеркасск. В Волгодонске построят сосудистый центр, в Зверево новую библиотеку, а в Когольницкой спортивный комплекс с бассейном. Все это результаты обращения граждан в интерактивную приемную губернатора. На очередном приеме рассмотрено 8 жалоб и пожеланий жителей области. Сосудистый центр в Волгодонске станет седьмым в регионе. Квалифицированную помощь и удобство лечения получат сотни дончан. Если пациенту с сердечной патологией необходимо высокотехнологичное обследование и лечение, то приходится обращаться в Росток. А это, простите, около 250 километров. На необходимое оборудование уже выделено 55 миллионов рублей, докладывает глава Минздрава. Прием пациентов начнется в конце года. А у нас там помимо Волгодонска Дубовский, Волгодонский, Мартыновский, Цемлянский, Зимовниковский районы. То есть такое значительное событие, в том числе и в улучшении качества здравоохранения. Следующий видеозвонок из Зверева. Там ждут новую библиотеку. Та, что есть, размещается в таком старом здании, что даже на минуту зайти за книгой не захочешь. Она считается запах, да, властность, при росте. В таком помещении абсолютно нефигантно находиться, и более дети. Уже в ноябре дети смогут брать литературу в новой модульной библиотеке. На нее выделено 24 миллиона рублей. Такая приличная конструкция, потому что у нас есть модульные ФАПы, как вы знаете. Модульные детские сады или пристройки мы делали. Модульные школы даже есть. Я на севере области видел. Такие объекты, они двухэтажные. Вопрос о школе, но не общеобразовательной, а творческой, тоже прозвучал из Миллеровского района. Там проблема с канализацией. В порядок ее приведут к ноябрю. Жители станицы Кагальницкой волнуют, когда достроят спортивный центр. Он будет готов к 1 сентября. Обустроен всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, рассказал глава района. Вопрос из Донецка от переселенцев из ветхого жилья. Пятиэтажку для них начнут строить в августе и сдать планируют через год. Я этот вопрос беру на личное сопровождение, учитывая, что этот вопрос касается такого количества людей, находящихся, я бы сказал, в непростой жизненной ситуации. Обращения из Донской столицы касались ремонта детской спортивной площадок на Каменке и освещения улицы на Болгарстрое. Решения по всем вопросам положительные. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Тарифы ЖКХ вырастут 1 июля. В среднем сумма платежки вырастет на 3,42%. Хотя руководитель региональной службы по тарифам подчеркивает, цены коммунальных услуг в Ростовской области остаются самыми низкими в ЮФО. Так, за киловатт-час электричества в пределах соцнормы горожане будут платить на 12 копеек больше, 3 рубля 72 копейки и 5,19 после ее превышения. Для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения в пределах социальной нормы 2 рубля 60 копеек, рост 8 копеек. Сверх социальной нормы 3 рубля 63 копейки, рост составит 10 копеек. Напомню, что для городского населения в домах с электроплитами и сельского населения к тарифам на электрическую энергию принимается понижающий коэффициент 0,7. Плата за тепло в среднем вырастет на 4%. Рост тарифа на воду и водоотведение не более 2, на газ 3,9%. В службе по тарифам напоминают, что по-прежнему те, кто платит за коммуналку больше 20% общего дохода семьи, могут получать субсидию. Изменения цифр в квитанциях заметим в августе. Площадки для игр, дрессуры собак, велодорожки, зона отдыха с Wi-Fi и даже место для регистрации брака. Все это должно появиться в ростовском парке Сабино совсем скоро, до конца года. Эскиз преображения территории представили жителям железнодорожного района, чтобы они могли внести свои предложения. А деньги дал федеральный проект благоустройства. След былой еще советской роскоши – ветхая площадка летнего кинотеатра. Здесь людям постарше есть что вспомнить. Место было действительно ярким. А я помню, когда еще была девчонкой, здесь этот парк был чудесный. Здесь были танцы лучшие в городе Ростове. Представляете, здесь играл оркестр духовой. Танцы были и пожилые, и молодые танцевали. Теперь тут планируют зону отдыха нового времени с Wi-Fi, а к старым пешеходным дорожкам добавят велосипедную. В проекте архитекторы учли пожелания людей и обещают сделать парк самым современным в городе. Главная идея проекта и главная концепция в том, чтобы разделить парк на две зоны – активного отдыха и тихого отдыха. И если говорить о тех нововведениях, которые мы концепции предлагаем, то там, конечно, будет и площадка для игры, дрессировки собак, и площадка для церемоний, выездных регистраций в том числе, и велопрокаты, велодорожки в парке, которые не мешают мамам с детьми. Реконструкция парка Сабино станет подарком к 80-летию области. Стройку начнут в сентябре и планируют быстро закончить – до конца года. От того объема, который будет в этом парке, мы поймем, до конца года будет в полном объеме выполнен, либо какие-то минимальные объемы работ все-таки перейдут на следующий год. Я предполагаю, что возможно к переносу, к примеру, озеленения, под которых есть определенный период времени, в который необходимо эти работы выполнять. Деньги на преображение парка нашли благодаря участию в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Третьего бюджета идет на реконструкцию визитных карточек города, памятников, зданий и парков. Остальная большая часть – на дворы многоквартирных домов. Евгения Нагорская, Дон-24, Ростов-на-Дону. Мелкая контрабанда тоже контрабанда, и пощады ей нет. Пять головок сыра «Пармезан» погибли в неравной битве с трактором. А все потому, что приехали на Дон нелегально. Санкционную запрещенку таможенники обнаружили на ростовской торговой базе. Выяснилось, что сыр произведен в Литве, а значит попадает под ответные российские санкции. И съеден быть не может. Была выявлена данная продукция без маркировки, без опознательных знаков. Этикетка на иностранном языке, что способна факту, что данная продукция является санкционной. Информацию о незаконной находке таможенники передали в Россельхознадзор, сотрудники которого вывезли «Пармезан» в промзону и бросили на растерзание трактору. В пяти головках было 20 килограммов сыра. Окончить кадетский корпус и не поступить в нужный вуз – это надо постараться. 97% кадет идут учиться куда хотят – в лучшие военные училища страны. Не станут исключением и 20 выпускников Донского кадетского корпуса в Новочеркасске, получившие аттестаты о среднем образовании. У Эдарда Дурнева золотая медаль. Учился старательно, чтобы реализовать мечту – поступить в Московское высшее командное училище. Очень большой конкурс. Это считается как кремлевские курсанты – одно из самых лучших военных учебных заведений в России. В кадетских корпусах результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по области. Учатся здесь буквально от восхода до заката. Свободное время – всего пару часов до отбоя и выходной. Самое сложное – это, наверное, подъем в 6 утра. Это самое сложное – это встать. А потом уже день, как по накатанной, идет хорошо. Алексей Болохов тоже выходит с золотой медалью и поступает в Воронежскую военно-воздушную академию, чтобы проектировать военные аэродромы. Также кадеты подадут документы в Новосибирское высшее командное училище, военную академию связи в Санкт-Петербурге и другие престижные вузы. Знаний и физической подготовки для этого достаточно. Мы придерживаемся традиций казачьих, традиций, которые было еще с 1883 году. Поэтому стараемся занять кадет спортом. У нас 14 кружков спортивных и интеллектуальные кружки. Поэтому конкурс, кадетский корпус большой. А точнее, 5 человек на место. Помимо школьных предметов, здесь дают знания по основам православной культуры, историю казачества, военному делу. Довольны такой программой и родители. Благодаря за то, что детей действительно подготовили как государственников, как патриотов, как тех, которые готовы, осознанно готовы выполнять функции гражданина по защите своего отечества, приносить пользу своей родине. В системе донского казачьего образования 300 учреждений. В них учатся 50 тысяч человек. Мария Индрикова, Станислав Оменко, ДОН-24, Новочеркасск. Футбольный Ростов откроет очередной чемпионат страны. Его гостевой матч с Уралом станет первым в сезоне 2017-18 и начнется в 15.00 в субботу, 15 июля. Российская футбольная премьер-лига представила календарь чемпионата на первые 8 туров. Первый домашний матч Ростова во втором туре. В 8 вечера воскресенья 23 июля на Олимпе начнется встреча с грозненским Ахматом. Именно так после переименования называется «Терек». Заметим, что в шести первых турах наш клуб играет с середняками и аутсайдерами. И только в 7-м 20 августа примет дома Краснодар, а в 8-м 27 августа отправится в гости к «Зениту», где обустраиваются бывшие ростовчане на Боа, Полос, Ерохин и Терентьев. Лучшими гандболистками чемпионата страны названы в подавляющем большинстве игроки Ростов-Дона. Что неудивительно, наш клуб в сезоне 2016-17 притягивал золото и выиграл 4 турнира. Символическую сборную российского чемпионата Федерация гандбола составила, опросив руководителей клубов. И в нее вошли вратарь Катрин Лунде, правый крайний Юлия Моногарова, правый полусредний Анна Сень, левый полусредний Владлена Побровникова. А Майя Петрова стала сразу и лучшим линейным, и лучшим защитником. И только позиции разыгрывающей и левый крайний заняли игроки серебряного призера Лады, Дарья Дмитриева и Дарья Самохина. Так что у нас 6 первых мест из 8. Разгромная победа, как и в чемпионате, где наши девушки, напомню, выиграли все 26 матчей из 26. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова